Ковылкинским медикам предстоит привить 70% жителей двух районов – Кадошкинского и Ковылкинского. Несмотря на то, что в этом году вакцинация от гриппа и пневмококка начнется раньше, чем обычная межрайонная больница, к ней готова. Сформированы списки и планы графики. Хотелось бы сказать о необходимых контингентах, те, которые будут прививаться в первую очередь, и которые не боялись того, что прививка им нанесет вред. Это, конечно же, дети. Это люди старшего возраста, старше 60 лет. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, хроническими болезнями легких, сахарный диабет, эндокринные заболевания и все те диспансерные группы населения, которые на данный момент находятся на учете у докторов-участковых терапевтов. На прививку жителям отдаленных сел в райцентр ехать не нужно. Задачу медиков и самих пациентов упростит передвижной фельдшерско-акушерский пункт. С началом вакцинации новая техника отправится туда, где нет ни медиков, ни фапов. Для этого созданы дополнительные бригады. Каждому рассказывают о пользе, а главное – безопасности процедуры. Мы все знаем, и как показало время, те люди, которые погибли от вирусных инфекций, нередко было наслоение бактериальной инфекции. А бактериальная инфекция в основном – это пневмокок. Поэтому пневмококовая инфекция очень страшна, и прививка особенно нужна людям с ослабленным иммунитетом. Мы надеемся, что наше население нас услышит, поддержит и не будет бояться идти на прививки, так как это зависит от этого не только их здоровья, но и жизни. Поэтому берегите себя и своих близких. Ирина Пятина, Максим Ковынкин. Народные новости. Ковынкинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова